С отчетом о работе администрации сход открыл глава поселения Андрей Франчук. Сразу после чего жители Батаевки делились наболевшими проблемами. Встреча проходила в формате открытого диалога, и поэтому задать волнующие вопросы, высказать пожелания, претензии мог каждый присутствующий. И несмотря на то, что жителей собралось немного, основные проблемы были озвучены громко и эмоционально, потому что, как говорится, наболело. Не село, а пастбище. Таким Батаевку сделал вольно гуляющий крупнорогатый скот. К слову, озвученная тема актуальна и для других населенных пунктов муниципалитета. Но, несмотря на возмущение, нельзя не отметить проводимую на регулярной основе работу в этом направлении. Сотрудниками полиции, госавтоинспекции, администрации они проводят рейды. Количество ДТП заметно сократилось. Бездомные собаки – еще одна проблема из разряда вечных. Недавно в Болхунах агрессивный пес напал на девочку. Сейчас она проходит лечение. Нападение происходит и на домашних птиц. Одна из жительниц села за лето лишилась 30 кур. К слову, вольную жизнь позволяют хозяева и домашним собакам. А это нарушение закона, в котором в отношении бесхозных собак появились изменения. Согласно им, умерщвлять теперь в Астраханской области будут собак выше 40 сантиметров в холке. Также независимо от размера потенциально опасных пород и немотивированно агрессивных животных. Говорили на сходе и о газификации поселения. Глава Батаевки обратился к жителям с просьбой решить все вопросы с недвижимым имуществом во избежание проблем с подключением газа. В первую очередь необходимо оформить земельный участок в собственность. В 2004 году у нас есть несколько организаций, которые от Газпрома, которые в этом году проводят проектные работы. То есть до конца текущего года должны быть во всем поселениях разработан проект прокладки магистрального, межпосылкового газопровода высокого давления и газопроводов, уже разводящих внутри поселения. Это в текущем году, в том числе получить уже груз-экспертизу, пройти груз-экспертизу в текущем году. В 2025 год планируется строительство уже монтажной работы газопровода межпосылкового, который соединяет села, так скажем, а самостоятельно стержень газопровода по всем Южной Верке. А уже в 2026 год у нас планируется разводящая сеть. Это тот срок, которым мы очень надеемся, все организации и проекты, и монтаж должны уложиться. И к концу 2026 года планируется, чтобы эти сроки были отложены, у вас уже появится возможность подтверждаться природному газу. Все должны знать, вам положено доплаты за подключение от 100 до 200 тысяч. То есть вы хотите обращаться в службу социальной поддержки, вам выплачут эти деньги. То есть вам и на котел, и на труб, и все, и деньги будут выделены вам. Не переживайте. Затронули и тему дорожную. В прошлом году на ремонт асфальтового покрытия в селе Батаевка была выделена сумма в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. Вот это у нас называется центральная улица Заречка. До магазина у нас сделали асфальт, дачи, а у нас, вы знаете, одни пенсионеры. Я правильно говорю, Татьяна? Одни пенсионеры. Приходится скорую вызывать, не доезжая. У нас была единственная тротуарная, это дорожка тротуарная, ну посередине. У нас теперь машины там едут. Почему? Потому что дорог нету, машины разбомбились. Самые необходимые участки будут отсыпаны щебнем, согласно заявкам населения. Их сбор начнется середины апреля, отметили специалисты. Ситуация с отходами, со слов жителей в селе, близка к кризисной. Одна из причин – дефицит мусорных контейнеров. Способствовать в этом вопросе администрация района будет по максимуму. До лета в село завезут 25 мусорных баков. Жителями села также был сделан акцент и на своевременном вывозе мусора. Препятствует тому в основном непогода. Этот вопрос администрация также взяла на контроль. В контроле, в свою очередь, нуждается и освещение. А в темное время суток, как и в дневное, нужен участковый, которого нет. А жалоб правоохранителям порядка у батаевцев тоже накопилось немало. Обеспокоены были люди и предстоящим паводком. «Разговаривал с людьми, которые живут здесь и в 79-м были, и до этого жили. Тогда были сбросы по 35-37 тысяч кубометров в секунду. В 79-м было ничего, он и выдержал. Поэтому, если в этом будет 28, и беря во внимание то, что уровень Каспия улетел где-то за последний год, порядка где-то на метр полтора, он еще стал ниже, то такой гидротермин есть. Подпора будет гораздо меньше, то есть встреча волны с тем, что есть. То, я думаю, 28, которые в этом году критичными не будет. Но, соответственно, мы и генновал, посмотрите. При необходимости, мы берега укрепительные и баллы укрепительные работы уходим». Вопросов было много. Как отметил глава, ни одно из обращений без внимания не останется. Все они были запротоколированы и взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. «Считаю, что все вопросы, во-первых, в наших полномочиях, во-вторых, в наших силах. В указанные сроки они будут решены, жители в этом заверены, жители верят, что они подходят, говорят спасибо. Некоторые просьбы, считаю, что очень конструктивно и правильно была проведена сегодняшняя встреча с людьми. Результат будет положительный, все непременно так и должно быть». «Я считаю, что встреча прошла на позитиве, народ активный, озвучили все проблемы. Конечно, очень радует, что эти проблемы все-таки решаемы, и мы надеемся, что мы увидим результат этого схода в ближайшее время».